Продолжим синтаксический разбор суры «Аз-Зальзль» с сотрясением. На прошлой уроке мы закончили «Интагинамин арабий жумнати-шарт» условного предложения и остановились на словах «Яра-ху». «Яра-ху» – глагол настоящего будущего времени. «Ваху» – глагол, обозначающий ответное действие, ответ условия. «Маджзумун биман» – поставленный именем «ман» в состояние джазма, в усечённое состояние. «Вааламуту джазми» – признак джазма, усечённого состояния в этом глаголе. Это у нас хадфу харфи л-аллати «ваху» л-алиф. «Необытан анис сукуне» – удаление слабого буквы, коим является буквы «алиф» на конце, в виде «я», «алиф» в виде «я», как замещение сукуна в качестве замены сукуна. «Вальфатхаду кабляха далилун алейха» – оставшаяся после удаления альфа огласоку «фата» указывает на то, что здесь был удалён алиф. Так, в основе у нас было «я-ра» с алифом в виде «я» на конце, удаление чего явилось здесь признаком джазма, алямуту джазма. «Уфааль» и «уфааль» действующее лицо – это «дамир мустатирм фихи джавазан», скрытое в нём в допустимой форме местомения. Такдир ухо-хо, коим является скрытое местомение ухо – «я-ра-хун». «Вальхав» – это у нас «дамир муттасл» – слитное местомение. «Мабнио аляддами» с неизменяемым окончанием с домами на конце. Прямое дополнение глагола «я-ра» Глагол «я-ра» со своим фаалем действующим лицом – всё это «джумлятун фаалитун» – глагольное предложение. «джавабы шерты» – «ваджаза ухо». «Ответ» – ответное действие условия, т.е. ответное предложение для условного предложения. «Ла махалляхам вахдага» – если взять это предложение отдельно, то у него не будет места в падеже. «Ваджумляту шерты валь-джаваби» – условное предложение вместе с ответным предложением. Всё это вместе как одно целое. «фи махалля рафин» – на месте падежа урав именительного падежа. «Хабару аль-Мубтада» – сказуемое, подлежащее уман. Как мы видим. «Ла махалля миналь ираби ликули вахидат мин жумлята и шерты валь-джаваб». Каждое отдельно взятое предложение, взятие двух предложений, не имеет, т.е. условного и ответного предложения, не имеет места в падеже. «Ла кинна хума маан фи махалля рафин хабару ман». Однако вместе взятые оба они, как одно целое, на месте падежа урав именительного падежа. Сказуемое, подлежащее уман. «Ла мубтада умаа хабарихи», подлежащее уман со своим сказуемым, коим являются оба предложения. «Ямал митхалля дарратин хайран» и «ярох». Все вместе взятые, маан, все это жумляту не смеетин. «Именное предложение». Или можно сказать еще истинафиетин. «Возобновленное новое предложение». Или же можно сказать жумляту. Если мы скажем, что харф «ф», то это является союзом. В обоих случаях мы скажем, что это предложение не имеет места в падеже. «Айраб» – синтаксический разбор последнего аэта. «Умай ямал митхалля дарратин шаррай ярах». Грамматический разбор или синтаксический разбор этого аэта точно такой же, как и у предыдущего аэта. Поэтому не будем все это повторять, не будем повторять все сказанное. «Альхамду лиллахи раббил ааламин».